Янтарные битвы снова всколыхнули Ривницкую область. Количество желающих нажиться на незаконном промысле растет. Вместе с оперативным штабом корреспонденты подробностей отправились в Дубровицкий район. Там полицейским удалось оттеснить старателей и установить на клондайке охрану. Как выглядит сейчас это место? Давайте посмотрим. Урочище Хворозбит в Дубровицком районе. Лагерь старателей довольно большой. Человек на 300. Еще пару дней назад здесь добывали янтарь. Конечно же незаконно. Сегодня тихо. 1 мая в урочище наградили бойцы оперативного штаба. Нам удалось завезти сюда силы, спецтехнику, зачистить территорию, так называемую. Везде брошенные личные вещи и продукты. В одной из составленных палатах запасов как минимум на неделю. Видимо обосноваться планировали надолго. Убегая в попыхах старатели успели забрать только мотопомпы. Бойцы оперативного штаба разбили в урочище свой палаточный городок. Дежурят круглосуточно. Говорят, старатели могут вернуться в любую минуту. Даже нас постоянно сопровождают два вооруженных правоохранителя. После того, как здесь побывали добытчики янтаря, все территории в канавах, лес перекопан, деревья повалены. Лесники засыпают ямы с помощью бульдозеров. Этот котлован створился вследствие незаконного выработки бурштину. Шкода лесовому господарству нанесена. А тут десятки тысяч гривен, а то и миллионы. Добывать янтарь в больших масштабах в этом месте начали еще в 2014-м. Все попытки правоохранителей прекратить незаконный промысел обычно заканчивались сопротивлением. После выключения мото-помп перекрывают дороги, едут наперед квадроциклами, перекрывают дороги за допомогой заваливания дерев, чтобы остановить час и забрать большую количество людей. С приходом тепла старатели активизировались не только в Дубровицком районе, говорят в оперативном штабе. На работу потянулись добытчики во всех северных районах Ривненской области. Володимирецкий район, Заречненский район, Дубровицкий, Сарненский и Рокетневский. Когда активизация, это после пасхальных свят, то если взять из этих 5 районов, то каждый день вылучаются мото-помпы. Все изъятые у старателей техника складываются в райотделах полиции. Это сотни мотопомп, тысячи метров пожарных рукавов, есть и автомобили. В полиции уверяют, с незаконной добычей интеря борются как могут, вот только ни один задержанный не понес уголовную ответственность. Все откупаются штрафами. В среднем это 10 тысяч гривен. Снежана Сидорук, Николай Василюк, подробности, телеканал Интер, Ривненская область.